В эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Благоустройство дворов и парка имени Зернова в Сарове начинается реализация проектов в рамках программы формирования комфортной городской среды. Кто следит за состоянием лестницы Миру Мира? Очередное обращение в городской дозор. Лирическая форма отражения действительности. Саровчане отметили день поэзии. Далее расскажем обо всем подробно. 4 миллиона на благоустройство дворов и 19 на строительство в парке Зернова современной детской игровой площадки. В ближайшее время в Сарове начнется реализация проектов в рамках программы формирования комфортной городской среды. Средства выделены, контракты размещены, подрядчики определены. Работы обещают закончить к концу лета. Что конкретно и как преобразиться, депутаты обсудили на очередном совместном заседании думских комитетов. На 4 миллиона рублей, полученных в рамках программы формирования комфортной городской среды, будут благоустроены дворы на улицах Гоголя, Московской, Курчатова, Герцена, Маяковского, Ленина, Шевченко, Духова и Силкина. Запланированной работой не требуется финансирование со стороны жителей. Это ремонт проездов и установка лавочек и урн. Подрядчик определенным стал ДЭП. Все работы обещают закончить к 31 августа. В ближайшее время начнут благоустраивать и парк Зернова. До конца сентября здесь появится новая современная детская площадка. Мы планируем устройство только детской площадки. Большой, хороший, с резиновым покрытием, с заменой и устройством мощения, с установкой элементов игровых для разных возрастных групп. Сейчас проект площадки, общая стоимость которой 19 миллионов рублей, находится на экспертизе. После получения ее результатов начнутся строительные работы. А вот работы на набережной Сатиса будут уже в следующем году. Саров стал победителем всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов в номинации «Малые города с населением от 50 до 100 тысяч человек» и получил грант в размере 100 миллионов рублей. До конца 2018 года будут проведены проектные работы. А уже в 2019 начнется реализация идеи. На основании идеи будут разработаны три концепции, лучшие из которых выберут горожане на публичных слушаниях. История с ремонтом одной из главных достопримечательностей города «Лестница Миру Мир» затянулась надолго. Практически год шли строительные работы, несколько раз менялись подрядчики. И, наконец, лестница обрела свой новый облик. Однако, спустя чуть меньше года, внешний вид лестницы и прилегающих территорий начали вызывать беспокойство у жителей города. С вопросом, кто должен следить за ее состоянием, саровчане обратились в городской дозор. Неподалеку от верхней площадки лестницы свалены разбитые куски серого камня. Подойдя поближе, становится понятно, что это отделочный материал, которым облагородили любимые саровчанами место в городе под названием «Миру Мир». Такая картина вызывает множество вопросов. В первую очередь, потому что долгожданная реконструкция лестницы была завершена всего чуть меньше года назад. Сдача объекта предшествовали работы по укладке плитки, подготовке и выравниванию оснований, после чего начались сварочные работы и шлифовка поверхностей. Лестница, построенная еще в 1956 году, должна была приобрести приличный завершенный вид. Ну а в центре этого круга должна была быть установлена символичная красивая ротонда, которая является одним из опознавательных признаков лестницы «Миру Мир», которая, кстати, является достопримечательностью Сарова. Проект реконструкции «Миру Мир» был создан еще пять лет назад. И с того момента с самой протяженной в городе лестницей произошло много интересного. Менялись подрядчики, разрывались контракты, строители переделывали друг за другом работу. К словам, стоимость реконструкции составила 5 миллионов рублей. Шанс на то, что стела здесь еще появится, у горожан пока остается. Но вот само название, выложенное на склоне, уже поросло травой. Высота нескошенной травы достигает половины роста взрослого человека. Ну а незнающий человек даже не поймет, какая известная и символичная надпись скрывается за этими зарослями. Такое впечатление, что все заросло. И хотелось бы, конечно, благоустройства. Ну работает, и ладно, мы же в России живем все-таки. Ну не стригут мусор, а так надписи какие-то не стертые. Не прошло и года с момента сдачи в эксплуатацию обновленного объекта. Однако сегодня здесь газоны с нескошенной травой, отвалившаяся плитка, наспех, золотанные дыры и мусор. Канал 16 будет следить за судьбой знаменитой городской лестницы. В России могут ввести новый дорожный знак и изменить правила проезда некоторых территорий. Новые поправки разработал Минтранс. На участках, где скорость движения ограничена 20 км в час, специалисты ведомства предложили разрешить пешеходам переходить дорогу в любом месте, вне зависимости от того, есть там зебра или нет. Также в Минтрансе сочли необходимым ввести в обиход дорожный знак «Велосипедная зона». Он будет обозначать участок дороги, где велосипеды смогут двигаться по всей ширине улицы. Автомобили не должны будут разгоняться более 20 км в час. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 12 июня саровским автомобилистам придется пересмотреть свои маршруты. В связи с празднованием Дня России и Дня города, проспект Ленина, а именно его участок от пересечения с проспектом Миры до пересечения с улицы Дзержинского, закроют для транспорта. Соответствующее постановление подписали в городской администрации. Движение ограничат с 9 до 14 часов. Также выбирать пути объезда придется тем, кто привык передвигаться по проспекту Музруково. С 15.30 до 20 движение автомобиля ограничат на участке, который прилегает парку культуры и отдыха имени Зернова. Центр поддержки предпринимательства приглашает в Саровчан на бесплатный семинар под названием «Ответственность организации и их руководителей». Его проведет эксперт-методист нижегородской компании «Информ плюс» Анна Богатырева. Она расскажет об ответственности за нарушения в области охраны труда, налогообложения, бухгалтерского учета, охраны окружающей среды и пожарной безопасности. Также на семинаре разберут ошибки, которые чаще всего приводят к нарушениям. Встреча пройдет 26 июня в 11 часов. Центр поддержки предпринимательства расположен по адресу проспекта Октябрьский, дом 13. Прямая линия с Владимиром Путиным. Ежегодная телепередача, в ходе которой президент России отвечает на вопросы граждан. В этом году формат проведения прямой линии изменился. В зале не было зрителей. Зато появились волонтеры, для которых предусмотрели специальный сектор. Все желающие задать вопросы президенту отправляли их в специальный центр обработки сообщений через различные средства связи. С помощью телефона, смс-сообщений, интернет-сайтов, мобильных приложений и социальных сетей. Наша съемочная группа выяснила, какие вопросы хотели бы задать Владимиру Путину жители города. В 16-й раз Владимир Путин ответит на вопросы граждан России. Попробуем сегодня узнать у жителей нашего города, какие бы вопросы они задали президенту нашей страны. Пойдемте. Я хочу задать вопрос, когда нашим российским учителям поднимут зарплату. И когда они будут получать столько, сколько они работают. Я бы спросил, наверное, о компенсациях работающих пенсионеров. Извините, это меня просто касается. О перспективах оборонной промышленности. Объем гособоронзаказа и каким образом все-таки удачно и успешно мы сможем перейти на выпуск продукции гражданского назначения. А если бы мне представилась возможность спросить Владимира Путина, задать ему вопрос, я бы спросил, когда же в стране начнется год дорог в России? Когда же мы начнем делать эти дороги, чтобы можно было ездить и не ломать свою машину? Владимир Путин, ответьте, пожалуйста, мне. Какой бы вопрос ему задали, если бы у вас была такая возможность и он бы вас услышал? Откроет ли наш город? Так как я являюсь водителем, езжу на мотоцикле, на машине, я бы задал вопрос про цены на бензин возрастающие. С чем связано возрастание цен? А заработные платья и учителей? Будущее нашей страны. А в каком аспекте? В мягом. По поводу подорожания бензина. Когда у нас подешевеет бензин, дороги станут покачественными. Про зарплату для молодых инженеров я бы задал вопрос. Для вас собирали вопросы к Владимиру Путину, Кириллу Васенину и Владимир Лисик. Город единства непохожих. Так называется благотворительный проект, который уже больше 10 лет успешно реализуется в нашем городе. Из года в год саровчане принимают активную участие в оказании помощи молодым людям с ограниченными возможностями здоровья. Центральное событие проекта – благотворительный марафон в День России на стадионе Икар. Саров – город равных возможностей. Эта фраза вот уже на протяжении 10 лет сопровождает клуб «Общение Лотос». Ежегодно 12 июня на праздники Дня города и Дня России подводят итоги благотворительного проекта «Город единства непохожих». Суть акции состоит в том, чтобы помочь молодым людям с ОВЗ заниматься любимым делом, совершенствоваться и добиваться высоких результатов в спорте, а также выступать с творческими номерами на площадках города. В этом году ребята из клуба «Общение Лотос» подготовили для горожан сразу несколько игровых точек. Будут работать игровые точки, игровые площадки. Будут работать организованные аллеи площадок саров территории добра и творчества. Очень интересно в нескольких направлениях. Будут подготовлены для всех желающих мастер-класс по плетению коз, мастер-класс по художественной керамике. Сразу после акции всех граждан приглашают на футбольное поле, где пройдет благотворительный матч между сборными администрации города и городской думы. В финале праздника будет разыгран главный приз «Гира Скутер». Каждый желающий с трех часов, когда приходит на стадионный кар в двух точках, на старте и на финише, могут приобрести, купить билеты этой лотереи, опустить корешок в барабан. И на футбольном поле мы все это разыграем. Все собранные средства пойдут на комплект звуковой аппаратуры участнику клуба с ограниченными возможностями здоровья «Лотос» Виктору Новикову. Праздник поэзии проходит в нашем городе с 2013 года и с каждым разом находит все больше откликов саровчан. Приобщиться к миру литературы приходит как взрослые, так и подрастающие поколения. В этом году организаторы подготовили для саровчан интересную программу. Самые смелые приняли участие в открытом микрофоне и прочитали стихотворения великих классиков. Праздник поэзии, который традиционно проходит в нашем городе в пушкинские дни, отмечает в этом году свое пятилетие. Каждый год проект посвящают определенной теме. В прошлом саровчан знакомили с городскими литературными объединениями и молодыми поэтами. От наших горожан мы получили очень большой, так сказать, отклик. Всем очень понравилось, все захотели, чтобы это повторялось. С этого 13-го года мы, в общем-то, и проводим каждый год, ежегодно, вот такой вот праздник поэзии. В этом году девизом праздника стали шекспировские строки «Коль музыка, поэзия близка». И первый блок посвятили стихам, положенным на музыку. Солисты ансамбля «Улыбка» исполнили для зрителей известные и любимые песни. Для ценителей поэзии организаторы тоже подготовили сюрприз. «Коль музыка, поэзия близка, рождается что? Рождается танец. Вот, у нас в городе есть такой коллектив современного танца. Молодые девушки пытаются читать стихи языком танца». Еще один традиционный блок праздника – открытый микрофон. Желающие могли прочитать стихи любимых поэтов или собственного сочинения. Большинство все-таки отдали предпочтение произведениям Пушкина, но читали не только знакомые со школы стихи. Артем Малахин познакомил зрителей со стихотворением, которое посвящено памяти великого полководца Барклая де Толли. «Свинца веселый свист, заслышавший впервой, Бросался ты в огонь, ища желанной смерти». Впервые Артем прочитал это стихотворение перед публикой три года назад. И, по словам молодого человека, оно так совпало с настроением, что стало одним из любимых. «Каждый раз меняется смысл. Да, вот в том-то и дело и с возрастом. Но сейчас скрытый смысл вот этого воина». В этом году зрители познакомились с юными дарованиями для литературного объединения Дворца детского творчества «Литушка» и оценили их способности в прозе и поэзии. Ребята прочитали стихи и рассказы собственного сочинения. 6 июня в России отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сотрудники детской библиотеки, которая носит его имя, каждый год в эту дату стараются отметить важное событие по-особенному. 219-ю годовщину решили посвятить понятию дня рождения и ответить на вопрос, как же праздновал его сам великий поэт. Подробности в следующем репортаже. Для того, чтобы узнать, как праздновал свой день рождения великий поэт, сотрудники библиотеки проштудировали сотни книг. Полученная информация заставила их удивиться. Оказывается, до определенного момента в истории России у жителей не существовало такого понятия, как день рождения. Во времена Пушкина, скажем вам по секрету, дней рождения не праздновали. Физическое день рождения смысла не имело. Имело смысл день рождения духовное. А это именины. А именины – это совсем другой праздник. Библиотекари придумали игру, в ходе которой они должны были понять разницу между днем рождения и именинами. Узнать, как сам поэт относился к этой дате и попробует на практике игры того времени. На самом деле, ведь в произведениях Пушкина очень много. Можно найти примеров. Та же барышня-крестьянка, где горничная прибегает девушка и рассказывает своей барышне о том, что ходила на именины к подружке, и молодой барин играл с ними в горелке. Таня Семикова познакомилась с творчеством Пушкина в возрасте трех лет. И с тех пор старается не расставаться со стихами поэта надолго. В свои 10 лет она уже не выбирает пушкинское лукоморье. Ее настольная книга Евгений Онегин. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог. Он уважать себя заставил и лучше выдавать не мог. Прошел праздник в теплой дружеской обстановке. Как сказали сотрудники библиотеки, финалом станет уличная акция, в ходе которой ребята напомнят жителям города бессмертные строки великого поэта. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова